Вступивший в силу закон о местных выборах разъясняют представителям органов местного самоуправления, руководителям городов и районов области помогают разобраться с изменениями в избирательном законодательстве. Так, впервые в Украине на будущих выборах в местные советы самостоятельно кандидаты могут выдвигаться только на уровне сельских и поселковых советов, где сохранена в чистом виде мажоритарная система. Областные, городские и районные советы будут избираться по пропорциональной системе с открытыми списками. Желающим поучаствовать в выборах придется примкнуть к какой-либо политической силе. И уже партия сформирует списки и будет рекомендовать людей. Проголосовать 25 октября смогут не все. Такого права не будет, к примеру, у призывников и заключенных. Тот, кто включен в реестру выборцев, тот и имеет право голосу. Очень простая система. Есть в списках государственного реестра, ты выборец. А вот для того, чтобы попасть в этот список, для этого есть соответствующая процедура добровольному порядку, обратиться к органу государственного реестра, судовому порядку и так дальше. Большая роль на выборах в местные органы власти отводится территориальным избирательным комиссиям, где на основе данных госреестра и будут сформированы списки округовоизбирателей. Эта информация будет известна не позднее 1 сентября. А вот проверить себя в списках в эти выборы нужно не позже, чем за пять дней до начала дня голосования. И очень важно всем избирателям знать, в чем и есть отличие от предыдущих законов, что в день голосования комиссиям запрещено принимать решения и включать дополнительно в списки тех лиц, которые по тем или иным причинам были пропущены в списках. За сутки до дня голосования наступит день тишины, когда запрещена предвыборная агитация. Ответственность за уборку символики рекламы лежит не на партиях и кандидатах, пояснили специалисты, а на органах местного самоуправления. Анна Симоненко, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив».